Мы, как обычно, приглашаем вас в гастрономическое путешествие. А куда, сейчас расскажу. Сегодня приглашаем мы вас позавтракать в Южную Америку, а именно в Гаян. Да, далеко, как говорится, едем, поэтому еды понадобится очень много. Итак, Гаяна — это древнеиндейское название страны, и на языке местных индейцев означает «страна многих вод». До прихода европейцев в Гаяне жили индейцы из племени Араваков, затем хозяевами территории стали попеременно голландцы, французы и англичане. А сейчас там живет чуть менее миллиона человек, совсем немного. Главное богатство Гаяны — это горная порода и сахарный тростник, который они, наверное, и на завтрак едят. А еще, конечно же, местные экзотические продукты умножены на технологии приготовления блюд абсолютно разных народов. Сделали местную кухню уникальной и не похожей ни на что другое. Основой местной кулинарии являются дары моря, рис, всевозможные тропические фрукты и овощи, в первую очередь, конечно, маниок, различные соусы, а также методы приготовления, заимствованные из азиатских поварских традиций. Ну, как-то не странно, вот на завтрак и обед гаянцы обходятся очень демократичными и простыми блюдами. То есть, ну, знаете ли, не мудрствуют они по утрам. Лукаво. Да, что есть, то едят. Вот, в частности, бобы, например, с соусом карри прям обожают. Жареный рис, простые бутерброды. Хотя, я сказала бы, жареный рис — это так, ну, все-таки витивато, да? Нетривиально, как минимум. Это не наша рисовая молочная кашка по утрам. В Гаяне повсеместно употребляют десятки видов традиционной для Китая лапши, а также яичницу с китайской капустой, фу-йонг, всевозможные рыбы, мясо с экзотическими специями и приправами. В общем, обожают почему-то там китайскую кухню, хотя Китай оттуда далеко. И вообще долгое время они были колонии Англии. Но, тем не менее. Да, да, и Англия, и Франция, и, в общем, история умалчивает. Африканские народные традиции просматриваются в таких гаянских блюдах, как фу-фу — это банановый пирог, метамги — вид клеток из зерновых, маниоки, ямса и бананов, обычных готовят в кокосовом молоке. А также это джелабия или зулия — блюдо из кислого молока с сахаром, обжаренное особым образом в масле, своеобразные такие маленькие пончики. Ну, маленькие такие, но вкусные, я думаю, судя по картинкам. Да, мне в этом перечне больше всего понравился банановый пирог под названием фу-фу. Знаете ли, когда он подгорит, кто-нибудь может... Знаешь, главное, чтобы не фу-фу. Да, вот я хотела сказать, что когда он подгорит, наверное, кто-нибудь может сказать, что ваш фу-фу сегодня немножко фу-фу. Вот. Ну, надеюсь, ваш завтрак не подгорел, все в порядке, да? Не отвлекайтесь там сильно. А вот на самом деле, что касается пирогов, они прям, ну, очень разнообразные и очень вкусные. Из мяса — это любимое повседневное блюдо гаянцев. Бибинка — это рисовые пироги. Блэк-пи — это с вишней и румом. Ничего себе такой веселый пирог с утра пораньше, да? Блэк-пудинг из риса и рисовых побегов, из хлебного дерева, с тропическими фруктами. В общем, сплошное разнообразие. Ну, и, конечно же, чем-то же нужно запивать по белорусской традиции, да? В Гаяне тоже есть такая традиция. Из напитков в Гаяне на завтрак очень популярны натуральные крепкие кофе, а также травяные чаи, маты и свежевыжатые фруктовые соки. Поистине народный напиток — это настоянный на коре щавелевого дерева. Мауби — весьма популярен в регионе напиток и папау, приготовленный из белой папайи с добавлением гвоздики. Ах, ну как же это экзотично и очень необычно. У меня такое ощущение, что мы поспешили с тобой, Нина, назвать эту кухню такой простой и демократичной. Совсем не простая. Очень витиеватая, как ты сказала, и нетривиальная. Да, такое ощущение, что мы с тобой праздничный стол сейчас накрыли. В общем-то, надеюсь, вам тоже сейчас вкусно, с аппетитом у вас все хорошо.